Глава третья. Вы алкоголик? Существует несомненная разница между выпивающим время от времени человеком и хроническим алкоголиком. Да, бытовые пьяницы пьют больше нормы и иногда бывают слишком шумными, даже вздорными или агрессивными. И что только не вытворяет пьяница. В конце концов, 90% взрослого населения употребляют спиртное, а почему бы и нет? В основном это дружелюбные, общительные люди. Встречи с друзьями помогают расслабиться и доставляют настоящее удовольствие, которое помогает преодолению стресса в современной жизни. Но алкоголик – это нечто совсем иное. Это серьезное заболевание, аналогичное героиновой зависимости, но без всякой надежды на излечение. Алкоголизм представляет собой реальную проблему и угрозу обществу. Существует четкое различие между этими двумя типами личностей. Умеренное употребление алкоголя – приятный досуг, тогда как алкоголизм вызывает прямо противоположную реакцию. Согласно определению общества анонимных алкоголиков. Хронический алкоголик является самым несчастным человеком на свете, так как он стремится наслаждаться той жизнью, которую когда-то знал, но не может представить ее без алкоголя. Он одержим, надрывающий душу идеей, что каким-то чудом ему это удастся. Несомненно, важно понять, являетесь ли вы просто пьющим человеком, получающим удовольствие от спиртного, или самым несчастным человеком на свете. При столь очевидных различиях этот вопрос должен решаться легко. Посмотрим, что говорят специалисты. В мире есть не так много врачей, столь же знаменитых, как новатор кардиохирургии доктор Кристиан Барнард. Выдающийся южноафриканский хирург в 1967 году сделал первый в мире пересадку сердца. Давайте рассмотрим его точку зрения. Процесс превращения в алкоголика может длиться от 2 до 60 лет, хотя в среднем он занимает от 10 до 15 лет. Вы можете верить в свой иммунитет, но расслабляться не следует. Итак, от 2 до 60 лет достаточно большой промежуток времени. Не думаю, что многие алкоголики начали пить запоем, не достигнув подросткового возраста, или прожили до 70 лет. Следовательно, по мнению доктора Барнарда, алкоголиком можно стать в любом возрасте. Доктор Барнард предлагает читателю честно ответить на ряд вопросов. Приведенные ниже ответы похожи на те, что я мог бы дать, когда еще не мог определить, кто я — алкоголик или просто умеренно пьющий. Некоторые из них могли бы характеризовать меня скорее как сильно пьющего человека. Вопрос. Вы выпиваете, когда у вас какие-то проблемы? Ответ. Обычно нет, но бывают и такие случаи. Вопрос. Вы пьете ради вкуса спиртного или ради эффекта? Ответ. Иногда ради вкуса, иногда ради эффекта, иногда ради того и другого, а иногда совершенно по другой причине. Вопрос. Сбегаете ли вы с работы, чтобы принять перед обедом? Ответ. Я выпивал до завтрака, не говоря уже об обеде, но убегать с работы никогда. Если бы я убегал с работы ради выпивки, то не стал бы отвечать на остальные вопросы. И так ясно, что у меня возникла серьезная проблема с алкоголем. Если подумать, то у меня появилась привычка не обедать в кафе, а перекусывать бутербродом с кружкой пива. С годами обеденный перерыв начинался все раньше и заканчивался все позже, но этого я никогда не скрывал. Вопрос. Пьете ли вы в одиночку? Ответ. Да, если захочется. Вопрос. Случаются ли у вас провалы в памяти после выпивки? Ответ. Честно говоря, я не помню, но мне говорили, что такое случалось. Вопрос. Не кажется ли вам, что все остальные слишком медленно пьют свои напитки? Ответ. Иногда, особенно если я заказываю первую порцию спиртного, а мой собеседник сидит над ней весь вечер. Это раздражает так же, как если приятель угощает меня первой кружкой пива, выпивает ее одним глотком и ждет, чтобы я тут же вскочил и шел покупать следующую, даже не дав мне возможности пригубить мою порцию. Итак, вывод. Будьте предельно осторожны, если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос. Это может означать, что вы злоупотребляете спиртным. Обратитесь за медицинской помощью. При этом не обязательно прекращать пить, но рекомендуется тщательно контролировать употребление алкоголя. Здесь впервые встал вопрос о контроле над употреблением алкоголя. Эту тему мы рассмотрим позже. Выше я процитировал отрывки из произведения «Механизм тела». На обложке издания имя автора не указано. Упоминается только Кристиан Барн в качестве редактора-консультанта. Очень печально, что такой именитый первопроходец одобрил подобную чушь. Подобным методом скорее пристало решать проблемы вроде «нравитесь ли вы противоположному полу?». Я попытался честно ответить на вопросы, так как сделал бы это на упомянутой выше стадии моей алкогольной карьеры. Тогда ни один из моих знакомых не мог даже предположить, что у меня есть проблемы со спиртным, не говоря уже об алкоголизме. Тем не менее, я ответил «да» на пять из шести вопросов. На мой взгляд, любой выпивающий человек при честном подходе к анкете не мог дать менее трех положительных ответов. Напрашивается логический вывод. Каждый употребляющий спиртное должен обратиться за помощью к доктору, включая, конечно, подавляющее большинство самих врачей. Предположим, мы обратились к врачу. Интересно, какую рекомендацию мы могли бы получить? Сильно подозреваю, что это было бы нечто аналогичное рекомендации этой книги тем, кто ответил «да» хотя бы на один вопрос. Контролируйте употребление спиртного.